Всем привет! Добро пожаловать на мой канал! Предлагаю вам приготовить нежную и очень вкусную творожную запеканку. К тому же это аппетитный завтрак и хороший перекус, который можно взять с собой в дорогу или на работу. Для запеканки потребуется свежий, хорошо отжатый домашний творог 500 грамм, 4 яйца, 3 столовые ложки сахара, 1 пакетик ванильного сахара, 3 столовые ложки сметаны, 3 столовые ложки манки, щепотка соли, изюм 100 грамм. Манную крупу и сметану хорошо перемешиваю, оставляю, чтобы манка набухла. Изюм заливаю кипятком на 10 минут. В глубокой емкости при помощи погружного блендера перебиваю творог, он должен приобрести кремообразную консистенцию без комочков. В конце добавляю весь сахар, пакетик ванильного сахара и щепотку соли. Отделяю белки от желтков. Один желток мне понадобится, чтобы смазать вверх запеканки. Воду с изюма сливаю. К творожной массе добавляю 3 желтка и сметану с манкой. Взбиваю блендером до однородной массы. В отдельной глубокой емкости взбиваю 4 белка до густой пены. Затем взбитые белки осторожно добавляю к творожной массе. Вмешиваю круговыми движениями лопаткой, чтобы не повредить структуру белков и сохранить пузырьки воздуха. Это делается вручную. Масса должна получиться однородной и тягучей. И в самом конце добавляю изюм. Для выпекания использую силиконовую форму диаметром 21 сантиметр. Смазываю ее небольшим кусочком размягченного сливочного масла. Творожную массу перекладываю в форму. Разравниваю поверхность лопаткой. Запекаю в заранее разогретой духовке до 180 градусов около 45 минут. Вы ориентируетесь по своей духовке. К оставшемуся желтку добавляю десертную ложку сметаны. Перемешиваю. Через 30 минут запеканку достаю с духовки и при помощи кисточки смазываю. И еще на 15 минут ставлю в духовку. Полюбуйтесь на эту красоту. Запеканка остыла и немного осела. И теперь при помощи тарелки легко вынимаю из формы. Ничего не пристало. Посмотрите, какая она в разрезе. По вашему вкусу можете ее притрусить сахарной пудрой. Но мне она нравится и такой. Ставьте лайк. Подписывайтесь на мой канал. Я желаю вам приятного аппетита. До новой встречи на моем канале. Продолжение следует...